Редактор субтитров А.Семкин По его словам, бизнес-модель хорошо налажена и, цитата, продолжит работать точно так же. Руководители направлений останутся на прежних позициях. Напомню, ранее стало известно о том, что генеральный директор футбольного клуба Уфа Шамиль Газизов возглавил московский «Спартак». Эксперты связывают это с успехами уфимцев Премьер-лиги. По итогам 2019 года футбольный клуб занял третье место среди самых прибыльных клубов с показателем более 300 миллионов рублей чистой прибыли. По словам спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, Шамиль Газизов в Уфе зарекомендовал себя очень умелым специалистом. «Спартак» — это вызов, «Спартак» — это бренд. И, в общем, наверное, любой человек в футболе был бы счастлив так или иначе поработать в «Спартаке». Не просто поработать, а поднять «Спартак» с учетом всех их проблем, которые у команды есть в последнее время. Поэтому это такое назначение неожиданное, но я огорчаюсь за Уфу одновременно и рад. Ну вот вопрос, кто конкретно возглавит футбольный клуб Уфа, рассмотрят руководство республики. Это будет кто-то из системы клуба, заявил Ростислав Мурзаголов. Для нового генерального директора будут установлены такие же финансовые показатели. В Башкортостане завершено расследование многомиллионного хищения из банка в Салавате, сообщили в пресс-центре МВД России. Резонансное дело кассирша и ее супруга, укравших 25 миллионов рублей, направили в суд. Дело Луизы Хайрулиной прогремело на всю страну в мае прошлого года. Кассира одного из банков в Салавате пропала вместе с мужем и двумя детьми, узнав, что в кредитном учреждении намечается ревизия. Семью объявили в розы, сказав информацию о них, обещали награду в миллион рублей. Позже выяснилось, что Хайрулины сначала скрывались в лесу, затем в Казани, где через месяц их задержали. Выяснилось, что средства из кассы сотрудницы банка незаметно похищала более полутора лет. Иногда деньги выносила сама, в других случаях передавала супругу, который также стал фигурантом дела. Следователи выяснили, что большую часть похищенных средств муж Хайрулиной потратил на ставках в букмекерских конторах. На время следствия обвиняемая была заключена под стражу. Ее супруга поместили под домашний арест. Объем уголовного дела о хищении составил 12 томов, сообщает в МВД России. Хайрулина обвиняется по статьям «Растрата», а ее муж проходит по делу как организатор преступления. Резонансное дело рассмотрит Салаватский городской суд. Башкортостан в числе лидеров по реализации механизма льготного кредитования аграриев. По итогам полугодия республика заняла второе место среди регионов страны по объему одобренных субсидиат учрежденных лимитов. И третье место по освоению субсидий, сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики. Начиная с января Агрария и Башкортостана получили 257 льготных краткосрочных займов почти на 6,5 млрд. рублей. Для сравнения, в прошлом году за этот же период сумма составляла 5,5 млрд. Чтобы поддержать организацию АПК, Минсельхоз России увеличил максимальный размер такого кредита для одного заемщика до 1,2 млрд. рублей. Планируется расширить перечень направлений целевого использования краткосрочных займов. Предприниматели смогут оформить их на приобретение выращенных в России масличных культур для производства растительных масел, шротов, лузги и выплату заработной платы. А, например, семейные фирмы на покупку ГСМ и оплату затрат на электроэнергию. Для комфортной жизни на пенсии большинству финцам нужно менее 30 тысяч рублей в месяц. Средний желаемый доход составляет 43 тысячи. Такие данные приводит исследовательский центр одного из банков. На государственную пенсию, как основной источник дохода, в старости рассчитывают лишь треть опрошенных. 14% ожидают, что выплата будет составлять половину ежемесячного дохода. 16% полагаются только на поддержку государства. Согласно опросу, сегодня на пенсию откладывает каждый третий уфимец. 23% пока не копят, но планируют начать. У 31% пока нет финансовой возможности для накопления. Чаще всего так отвечали респонденты младше 25 лет. Самым популярным способом откладывать на старость остается банковский депозит. Его используют 29% жителей. 27% уфимцев предпочитают накопительный счет или индивидуальные корпоративные пенсионные планы в НПФ. Среди респондентов резко снизилось число тех, кто выбирает инвестиции в ценные бумаги. Их заменили индивидуальные и корпоративные пенсионные планы в НПФ. Если цель долгосрочная, то разумно используют именно эти инструменты. Ведь они не только дисциплинируют накопления, но, например, покрывают риски, связанные со здоровьем. Как отметили эксперты, сегодня большинство уфимцев готовы откладывать на будущую пенсию от 5 до 10% своего ежемесячного дохода. Десятая часть опрошена, готовы сохранить до 20%. При этом почти уполовинная зарплата не превышает 60 тысяч рублей. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК Уфа.